29 августа исполнилось 70 лет со дня испытания первого ядерного изделия на Семипалатинском полигоне. А 4 сентября вооруженные силы Российской Федерации отметили профессиональный праздник – День специалиста по ядерному обеспечению. Сегодня мы вспомним тех, кто на протяжении длительного времени создавал ракетно-ядерный щит нашей страны. Тех, кто прошел через испытательные полигоны Семипалатинска, Тотского, Новой Земли, Капустино-Яра и кто устранял последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Это офицеры, инженеры, рядовые солдаты, пожарные и гражданское население. Но преклоним голову в знак памяти тем, кто не дожил до сегодняшних дней. А также скажем слова благодарности, кто сейчас в строю, рядом с нами. Очень приятно говорить теплые слова вам, зная, какой труд и какие задачи вы выполняли. Хочется преклонить перед вами голову и сказать слова благодарности. Ту работу, которую вы провели, которая обеспечила безопасность нашей Родины, навсегда останется нашей в памяти. Позвольте мне выразить вам слова огромной благодарности за ваш труд, пожелать вам здоровья, успехов, счастья в личной жизни. Большое вам спасибо за ваш труд. Александр Кривенко вручил благодарственные письма Борису Гутову, Михаилу Кононову, Виктору Лысенко. Награжденные принимали непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия. А Виктор Андреевич Лысенко в ликвидации аварии на атомной подводной лодке. В 1945 году американцы бросили атомную бомбу на Ахтеросиму и на Астаке. О том, какие последствия можно посмотреть в интернете, очень много информации. Имея такое вооружение, Соединенные Штаты и Запад могли диктовать и даже планировали бомбить Советский Союз. Для того, чтобы сохранить мир на земном шаре, нужно было приложить все усилия, чтобы создать атомную бомбу в Советском Союзе. Было брошено все, промышленность, все для того, чтобы создать атомную бомбу. К сожалению, Великая Отечественная война выкосила мужиков. И с реактора доставали этот плутон и все прочее. Мы расчелачивали. Всего лишь нужно было около 6 килограмм для того, чтобы создать эту атомную бомбу. Вы думаете, кто делал? Молодые, девчушки, 17-18 лет, потому что мужиков выкосила война. Были взрывы и в 1948 году реактора, и в 1951 году. То есть это очень большими усилиями была создана атомная бомба. Участники тех событий долгое время не имели права рассказывать кому-либо о службе в подразделениях особого риска. Время прошло, и страна должна узнать о своих героях. Ветераны, которые здесь стоят, это тот пример. Я просто представляю, как можно получить задачу, выполнить ее, не зная, что за этим стоит. А сколько людей погибло, шагнув, неизвестно, что такое радиация, что такое последствия радиации. Каким трудом, каким способом можно было защитить население именно от такой аварии. И кроме этого, кроме Чернобыльской аварии, можно привести, еще раз говорю, массу примеров. Мне хочется от имени депутата Астраханской области, начальника Государственного летно-испытательного центра имени Валерия Павловича Чекалова, героя России Дарьева Радика Абрадовича, вас всех поблагодарить за тот труд, за то участие, и выразить глубокие слова благодарности в отношении, и от меня, в том числе лично. На митинге почетными грамотами были награждены Иннокентий Мельчанов, Владимир Костюченко, Игорь Абрамкин, Сергей Ефремов. Здесь же, перед обелиском погибшим, в разное время испытателем, ликвидатором аварий, большой группе ветеранов подразделения Субаварийска, председатель Виктор Лысенко вручил памятные метали. Затем была объявлена минута молчания. Господи, помилуй и спаси, успокой, встревоженный души тех, кто даже там, на небесе, свой пожар в последний час, как тушит. Господи, дай крылья душам тех, кто над мертвым городом летает, чей по-детски откровенный смех до сих пор по улицам блуждает. Вот это сегодняшнее мероприятие тоже в какой-то степени поможет чувствовать себя необделенным. Вот. Будет здесь проявлена забота, уважение, ну и награждение, соответственно. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.